МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными событиями этого дня познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. В Крае будут производить топливные системы для двигателей самых больших белорусских самосвалов БелАЗ. Больше 300 представителей муниципалитетов Алтайского края собрались в Барнауле на образовательные конференции. Барнаулец Евгений Фридрих около года назад начал шить сумки, кошельки и другие изделия из кожи. Сегодня это стало его основным заработком. Расскажем о подходе мастера к любимому делу. В Крае будут производить топливные системы для двигателей самых больших белорусских самосвалов БелАЗ. Губернатор Виктор Томенко на Алтайском заводе прецизионных изделий провел рабочую встречу с генеральным директором Минского моторного завода Александром Ботвинником, гендиректором Минского тракторного завода Виталием Вовком и председателем правления АЗПИ Виктором Германом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества белорусских и алтайских предприятий машиностроения. Глава региона отметил, что алтайские компании готовы расширить поставку шин, колесных дисков и топливных систем. Особое внимание уделили содействию кооперации Алтайского завода прецизионных изделий и Минского моторного завода. Сегодня все минские двигатели комплектуются исключительно форсунками производства АЗПИ. Дизель строение – это очень многоемкое, серьезное направление. То, что у вас сегодня есть припятие, которое делает сердце для этого направления, ему надо и поддерживать, и развивать. В 2022 году на АЗПИ началась разработка топливной системы Common Rail для нового проекта Минского моторного завода. Тяжелых двигателей мощностью порядка 5000 лошадиных сил для карьерных самосвалов БелАЗ. Аналогов в России сегодня нет. Раньше топливные системы для таких машин приобретали в странах Евросоюза. Сегодня это вопросы суверенитета своего рода и безопасности. Они стоят на первом месте. Может быть, где-то даже в угоду этим вопросам можно отодвинуть вопросы экономической эффективности на время, по крайней мере. Но жизнь показывает, что потом слишком дорого платишь. Поэтому, конечно, мы это все уже хорошо понимаем, я думаю, на всех уровнях. А я продолжу. Алтайские дорожники готовятся к зиме. Для безопасности на краевых трассах ежегодно готовят около 1000 единиц снегоуборочной техники. Среди них, к примеру, автогрейдеры и комбинированные дорожные машины. В Центральном ДСУ уже почти половина всей имеющейся техники готова к работе. На ней будут обслуживать участки протяженностью более 2500 километров. Всего в Алтайском крае планируют ввести в работу в зимний период 1200 единиц техники. Ежегодно закупаются дорожные техники для предприятий дорожного хозяйства. В этом году будет закуплено 13 единиц дорожной техники, используемых в зимний период. К началу зимнего периода вся техника поступит в предприятия. Также краевые дорожные службы заготавливают все виды противогололюдных материалов. В арсенале к этой зиме уже более 82 тысяч тонн. В том числе песчано-соляной смеси и технической соли. На данный момент соль заготовлена в стопроцентном объеме и замешана с песком от необходимого объема 90%. То есть к зиме по песко-соляной смеси готовы. Отслеживать ситуацию на дорогах региона будут диспетчерские службы и службы оперативного реагирования с помощью видеокамер в круглосуточном режиме. Хотел бы пожелать, не пожелать, а попросить бы водителей заранее сменить резину с летней на зимнюю, соответственно, и быть готовым к перепаду температур. Так как перепад температур сказывается на состоянии покрытия. И люди еще не все осознают, что скоростной режим уже должен поменяться. Добавлю, что подготовка к зиме у алтайских дорожников закончится до 31 октября. Отмечу, на все эти работы выделили 2 миллиарда рублей. А теперь о медицине. Новую врачебную амбулаторию торжественно открыли в селе Колыванское Павловского района. В учреждении будут оказывать медпомощь жителям трех населенных пунктов. Это больше полутора тысяч человек. Раньше амбулатория была в здании бывшей школы 60-х годов постройки. Со временем оно пришло в негодность. Новую амбулаторию начали строить в центре села в мае 2023-го. И вот в октябре почти все готово для приема пациентов. Остались последние штрихи, например, установка компьютеров. Начать регулярный прием обещают уже в начале ноября. Это первая врачебная амбулатория у нас в районе такого вида. Имеется полный набор помещений, педиатрическое отделение для детей, взрослое отделение для лечения взрослых пациентов, дневной стационар, смотровой кабинет акушерской гинекологической службы и стоматолога кабинет. Пока в настоящий момент здесь выездная работа, выезжают врачи из Павловской ЦРБ. Отмечу, в этом году благодаря проекту «Модернизация первичного звена» национального проекта здравоохранения в Павловском районе построили два медицинских объекта. Это амбулатория в селе Колыванском и фельдшерско-акушерский пункт в селе Рогозиха. На эти цели из федерального и краевого бюджетов направили 58 миллионов рублей. Другим темам шкуру, голову, лапы и тушу находящегося под угрозой исчезновения бурого медведя обнаружили алтайские таможенники. Контрабанду изъяли у водителя легкового автомобиля, направляющегося в Казахстан. Машину гражданина соседнего государства остановили в районе пункта пропуска Кулунда. Таможенники работали вместе с пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю. В багажнике автомобиля находились замороженные части медведя предположительно для изготовления чучела, а также мяса с животного. При этом документов, разрешающих вывоз за рубеж дериватов, у водителя не оказалось. По факту контрабанда стратегически важных ресурсов алтайская таможня возбудила уголовное дело. Расследование продолжается. Заседание общественной палаты Алтайского края прошло в Барнауле. Обсудили работу общественного штаба наблюдения на прошедших выборов и соблюдения избирательных прав граждан. Работа началась еще в июне, когда стартовало обучение наблюдателей, а это более 2,5 тысяч человек. Их координировал штаб, в состав которого входят представители общественной палаты, преподаватели юридических дисциплин и студенты алтайских вузов. В единые дни голосования они работали круглосуточно и обработали 192 сообщения о возможных нарушениях. Кроме того, находили информацию в социальных сетях. Отдельно мы даже выделили влияние инагентов. Достаточно интересный факт, когда бывшие жители Алтайского края, пока еще наши соотечественники, находясь в Тбилиси, использовали свой любимый инструмент. Выявляли какие-то технические нарушения. Любая заметка в соцсетях, после этого все раскручивалось. Ну, что называется, раздували из мухи слона. Все сообщения проверяли и при необходимости передавали в правоохранительные органы. В основном это были малозначительные нарушения и технические недоработки. Например, неверный ракурс камеры наблюдения или неубранный агитационный плакат. Во время выборов на территории Алтайского края зарегистрировали три фейковых сообщения в интернете. К примеру, были попытки организовать голосование на несуществующем участке. Это делается для того, чтобы избиратель, ну, так скажем, ну, во-первых, повлиять на волеизъявления самого гражданина. Во-вторых, ввести его в состояние заблуждения, при котором он будет говорить о том, что сама по себе избирательная система вот плохо работает, неправильно информирует нас, мы хотели проголосовать, а не получилось. И вот как раз это нам приходилось исключать. Помимо выборов, на заседании палаты обсудили защиту прав человека в местах принудительного содержания, в следственных изоляторах, исправительных колониях и психиатрических клиниках. В Алтайском крае существует общественная наблюдательная комиссия в составе 20 человек. В основном их работа строится на том, что они посещают места принудительного содержания и рассматривают жалобы от осужденных. Они касаются условий содержания, медицинского обеспечения, депортации иностранных граждан. Сегодня в Алтайском крае не отмечены серьезные нарушения законности при содержании подследственных, осужденных. Все поступающие жалобы не только от осужденных, но и от родственников рассматриваются достаточно быстро и дается ответ на все поступившие заявления. Добавлю, общественные наблюдательные комиссии в России создали в 2008 году. Алтайский край входит в число лучших по стране среди регионов. По словам Алексея Дедкова, это связано с тем, что в нашем крае комиссия выстроила конструктивный диалог с правоохранительными органами. Больше 300 представителей муниципалитетов Алтайского края собрались в Барнауле на образовательные конференции. В числе ее организаторов — региональное отделение общества знания. Провели форум в алтайском филиале «Ранхикс». Заместитель председателя правительства нашего региона Виталий Снесарь подчеркнул важность обучения для управленцев. На форуме обсудили несколько вопросов. Один из них — о влиянии на развитие страны внешних факторов. В том числе и на ее демографию. Эксперт рассказал участникам об основных причинах демографических проблем сегодня. Люди 50-х годов уже уходят на пенсию. А приходят им на смену люди, которые родились в 90-х годах, в 2000-х годах. Тоже очень тяжелые годы. Поэтому отток очень большой, демографическая проблема действительно очень остра. Слава Богу, у алтайского края здесь, можно сказать, есть паритет. Есть и приток естественной рождаемости. В то же время есть приток с точки зрения миграционных потоков в Алтай. Еще одна важная тема обсуждения — история русской культуры. Приглашенный эксперт форума поделился. Уже доказано, что и политика, и экономика государства складываются из культурных ценностей. Поэтому представителям местного самоуправления также необходимо работать в этом направлении объединения общества. История русской культуры будет рассматриваться через традиции и через праздники. Сегодня заявленные традиционные духовно-нравственные ценности России это фактически выступает в качестве фундамента нашего государства строительства, основании нашей идентичности. И в этом смысле позиционирование традиционных ценностей противостоит угрожающим тенденциям, которые проявляются в МЕЕ. В Алтайском госуниверситете готовятся к открытию лаборатории цифровой археологии и музеологии. Информация опубликована на сайте ВУЗа. Кафедру откроют в рамках программы «Приоритет-2023». Автор инициативы — Институт истории и международных отношений. Специалисты лаборатории смогут проводить исследования с помощью современной техники. Ее привезут в ближайшее время. Мебель уже закуплена. Что выбрать — натуральный материал или его искусственно созданный аналог? Барнаулец Евгений Фридрих убежден, стоит предпочесть настоящее. Около года назад он начал шить сумки, кошельки и другие изделия из кожи. Сегодня это стало его основным заработком. О подходе мастера к делу смотрите в нашем сюжете. Кожа — натуральный и долговечный материал. Мастер из Барнаула Евгений Фридрих уверен, его ничем нельзя заменить. Мужчина работает с кожей крупного рогатого скота. Из плотных отрезов делает ремни. Тонкий материал идет на сумки, кошельки и другие изделия. Ты трогаешь и понимаешь, что это настоящее. Но это и статус. Его никто не отменял. То есть люди, которые знают и понимают, что это настоящая кожа, ее видно издалека. Кожей Евгений занимается около года. Все началось с ремонта собственного кошелька. Мужчина нашел в интернете обучающее видео и понял, что может шить сам. Так у него появилось любимое дело. К этому времени успел сменить множество профессий. Был кровельщиком, изготовителем корпусной мебели, мастером монтажа кондиционеров, монтажником лифтов и массажистом. Всегда хотел работать руками. В кожевином деле Евгения увлекает процесс. Подходит к нему мужчина со всей ответственностью. Я не могу отдать, допустим, изделие, которое шью. То есть человеку, допустим, если строчка идет ровно, раз, велек. Мне это не нравится уже. Хотя, может быть, его не видно. Но я его знаю, что он есть, и мне как-то уже внутри не по себе. То есть, ну, как бы, стараюсь всегда делать все четко. Евгений учится по видео в интернете и на своих ошибках. Клиенты уже есть. В этом году сделал на заказ 30 крупных изделий – сумки и клатчи. А также множество маленьких, подарочных – брелоки, визитницы и браслеты. Был там кусок кожи. Смотришь, этот кусок кожи превратился в какое-то уже полноценное изделие, которое самому нравится. Потом это изделие отдаешь заказчику. Ты видишь его реакцию, что он там в восторге, что он хотел именно то, что хотел. Я это сделал. И приятно получать обратную эмоцию от заказчиков. В ближайшее время Евгений хочет расширить ассортимент изделий, добавить на них гравировку и тиснение. А также больше работать с ремнями и даже научиться делать обувь. Юлия Шеламова, Роман Хайрулин. Новости. Книгу о Барнауле напишет художница-путешественница из Москвы. Об этом сообщает Алтайская правда. Варвара Леднева побывала в столице Алтайского края, чтобы принять участие в краеведческой конференции. Путешествовать по России любит, ведет дневник своих поездок. За 8 лет выпустила более 30 книг. Точную дату выхода книги о Барнауле автор не называет. Говорит, процесс создания займет не меньше полугода. Центр русской культуры «Домовушка» организуют в Павловском районе. Он будет работать на базе районного историка-художественного музея имени Геннадия Барунова. Напомню, Центры традиционной народной культуры создают в рамках государственной программы развития культуры Алтайского края. Сегодня в регионе работают 17 таких центров. Павловский район победил в конкурсе на создание таких организаций. Готовились долго. Местный музей в 2022 году организовал творческое объединение «Домовушка». Сотрудники собрали коллектив, стали проводить мероприятия, на которых рассказывали о русских обрядах и традициях. Проводили мастер-классы. В будущем в здании музея создадут русскую горницу. В планах устраивать экскурсии и обрядовые праздники. Будет работать кружок по изготовлению кукол и русских народных костюмов. Хозяева тайги, медведи, попались в фотоловушку в национальном парке Салаир. Видео разместил в официальном сообществе государственный инспектор Алексей Калинин. Косолапых было четверо. Они купались в мини-водоеме на полянке среди берез, прогуливались по берегу и весело терлись спинами о деревья. Как предупреждает Минприроды, медведи выглядят мило только на видео. Встреча с ними в реальной жизни может быть очень опасной. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Предлагайте свои темы и, возможно, в будущем они станут основой для материалов наших журналистов. А мы покажем их в эфире. Хорошего вечера и не переключайтесь. Оставайтесь с нами.